Масштабная реконструкция тепловых сетей началась в Владивостоке. Более 24 километров будет отремонтировано в этом году на общую сумму порядка 4 миллиардов 600 миллионов рублей. 11 у нас объектов крупных достаточно. Все будет поэтапно выполняться. Основные этапы, которые будут выполняться, это Пермайский район, это Фрунзенский район в районе Первой речки и Гоголя в районе Оксаковской. У нас 500 километров сетей. В городе процент износа примерно 90 процентов. Износ сетей. Это очень важная работа, потому что у нас в прошлый год было порядка 2000 порывов. К сожалению, ремонт неизбежно влечет за собой отключение горячей воды. Но тепловики в утро работают все лето, чтобы зимой жители города могли не переживать о тепле и горячей воде в домах. Это необходимость, потому что необходимо готовиться к осенне-зимнему периоду. Мы ускоряем процесс и будет увеличиваться объем персонала, техники. На некоторых объектах работы начались раньше, чем было запланировано. В первую очередь это территории школ, больницы, детских садов. На улице Борисенко идет реконструкция на школьном стадионе 41-го лицея. На площадке задействовано 38 рабочих и на данный момент уже происходит полная установка всех труб. На сегодняшний момент были выполнены работы пожибые изделия монолитного лотка. Здесь протяженность в однотрубной системе 70 метров всего лишь. Материалы у нас нормальные. До 159-й у нас бесшовные трубы. Поэтому после замены труб срок службы 50 лет. В 2023 году планируют заменить часть коммуникаций там, где чаще всего происходили аварии. Стоит отметить, что это самые масштабные работы в Владивостоке за последние несколько лет. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.